Братья и сестры, приветствуем вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Приветствую. Помолимся. Милосердный Господь, Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты хранишь нас. Ты даешь нам жизнь, Ты дал нам здоровье, все необходимое, чтобы мы могли в этом дне, к вечеру, прийти в Дом Твой, чтобы иметь общение вокруг Слова Твоего. И просим, благосови, вот слово, которое будет звучать, чтобы оно было нужным, актуальным для наших сердец. Мы могли быть внимательны к словам Твоим, и это приносило плод в нашей жизни. Благосови наши уста, чтобы мы могли прославить Тебя нашего Спасителя. Благосови каждое сердце, кто здесь находится, кто будет также смотреть, чтобы мы могли назидаться и могли славить Тебя. Пребудь с нами. Аминь. Давайте споем из песен Возрождение 789. Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе покой. Слава Бог святой, я к 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 Тебе покой. Субтитры подогнали Симон. 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 и хотим, чтобы Он слышал, чтобы Он посетил нас, чтобы говорил нашему сердцу, чтобы нам иметь вот эту тесную взаимосвязь с нашим Господом. Я думаю, что у нас есть возможность помолиться, попросить, чтобы Господь благословил, и наши просьбы, наше стремление в молитвенной жизни, оно было правильным, чтобы мы не отвлекались, может быть, на то, что может поработить нас, наши страсти, наши похоти, наши желания. Мы много можем просить пред лицом Господа, но, как здесь сказано, на добро ли это или на зло нам, во вред, и это важно. И мы об этом должны просить, чтобы Господь благословил, помиловал, чтобы у нас были открытые очи, и мы видели нашего Господа пред лицом своим. Поэтому, братья и сестры, давайте склонимся и попросим, чтобы Господь благословил в нашей жизни, и нам приносить нужные, важные моменты в молитве к нашему Господу, и просить, чтобы Дух Святой работал в нашей жизни. И это Господь, слыша и видя наши молитвы, Он будет отвечать. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты отвечаешь по нашим молитвам, по просьбам, часто, может быть, наивным нашим просьбам, житейским. И нам хотелось научиться иметь правильные взаимоотношения с Тобой, любя Тебя, служить Тебе, чтобы наша молитва, она была за наших братьев-сестер. Мы видели милости, видели красоту Твою и славили Тебя, нашего Спасителя и Творца. Господь, благослови нас чаще прибегать и постоянно быть вот в тесных взаимосвязях с Тобой, в молитве, в общении, в рассуждениях о Слове Твоем, чтобы возрастать в познании Тебя, быть мужами сильными и чтобы иметь силу Духа Твоего Святого. Мы просим, Господь, помилуй и сохрани нашу Церковь, огради от зависимости, от всяких грехов, Господь. Мы просим за нашу молодежь, за наших деток и подростков, Господь, за наши семьи, чтобы слово здравое звучало, чтобы мы прославляли Тебя, нашего Спасителя. Прибудь с нами. Аминь. О, Господь, благослови нас чаще всего, Господь, благослови нас чаще всего. Субтитры подогнали Симон. 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 Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Я думаю, что каждый, кто находится сегодня в этом зале, любит детей или, по крайней мере, относится к ним с симпатией. Я думаю, что каждый из вас встречался или сталкивался такой ситуацией в жизни, когда вы видите маленького ребёнка, вы подходите к нему, вы смотрите на него, вы ему улыбаетесь и видите, что этот ребёнок отвечает вам улыбкой. Если вы начинаете строить ему грустную гримасу, то вы видите, на лице ребёнка изменяется тоже. Он начинает хмуриться, так же, как и вы. Он реагирует, отвечая вам. Если ты улыбнёшься, скорее всего, ребёнок улыбнётся тебе в ответ. Если ты построишь ему грустную гримасу, то, скорее всего, он будет хмуриться или заплачет. Это желание или умение подражать заложено в ребёнке с самого его рождения. И как только ребёнок рождается, пример для подражания у него перед глазами – это его родители. Он учится, смотря на нас, на родителей, на своих родителей, и как исправная копировальная машина в точности пытается передать все эмоции и чувства, которые он видит или слышит. Как губка он впитывает всё то, что предлагается ему, и хорошее, и плохое в том числе. Это называется непроизвольным или вынужденным подражанием. Поэтому и говорят, что дети или ребёнок, каждый ребёнок – это как чистый лист. Что ты напишешь в нём, то и будет. И очень сложно потом стереть или изменить что-то, поправить. Говорят, какой оригинал, скорее всего, такая будет и копия. Поэтому, как правило, какие родители, такие и дети. Потому что каждый из нас, мы с вами, производим всё по роду своему. И неудивительно, что у хмурых и недовольных вечно родителей очень благодарные и весёлые дети. Правда? Не всегда так бывает. На самом деле, всё то, что есть в моём ребёнке, это побольше в мере от меня или, по крайней мере, происходит с моего молчаливого попустительства или согласия. Но проходит время, и наше подражание меняется на избирательное подражание. Теперь мы подражаем только тому, или лучше сказать, потому, что у нас есть определённый мотив для этого. Я подражаю только тому, что ведёт к удовлетворению какой-то из одних моих потребностей. Мы согласимся, что никто не станет подражать тому, что для него неважно, незначимо или, в конце концов, не принесёт для него никакой пользы. Представьте себе такую простую ситуацию. Вы идёте по улице, и вам надо перейти на другую сторону. Вы остановились у светофора, горит красный сигнал светофора. Вы стоите и ждёте, и рядом с вами стоит определённое количество людей. И даже если нет машин, вы всё равно ждёте. И вот один из людей, не дождавшись зелёного светофора, начинает переходить. И вы сразу же следуете за ним. Почему? Потому что для вас этот пример оказался сильнее запрещающего сигнала светофора. только лишь потому, что у вас есть мотив. Вам необходимо перейти на другую сторону, и вы внутренне готовы. Вы не стали подражать тем прохожим, которые идут рядом. Вы не стали подражать прохожим, которые стоят и терпеливо ждут изменения сигнала светофора. Только потому, что вам необходимо на ту сторону, и у вас есть мотив, вы последовали или подражаете этому человеку. Возлюбленный, говорит апостол, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло, говорит он, такому человеку, хорошему и прекрасному, у которых так много качеств не видел Бога. Подражание – это повторение человеков, образов, поведения другого человека. Иоанн говорит другими словами, что я делаю добро или подражаю ему, Богу, только потому, что у меня и у каждого из нас есть сильная мотивация внутри, которая заложена самим Богом, и тем самым я утверждаю силу Бога в моей жизни, и его самого проповедую в моей жизни. И наоборот, всякий раз, когда я подражаю злу, я тем самым говорю, что я не знаю Бога и не видел его. Чему именно сегодня подражаю я? Ведь подражание – это желание приблизиться к образу твоего подражания настолько близко, чтобы ты, в конце концов, мог сравняться с ним или где-то даже превзойти его. Знаю ли я моего Бога настолько хорошо, настолько близко, чтобы в моем сердце появилась эта мотивация, заложенная им делать добро? А если нет? Слова Иисуса, Матвея, 15 глава, 18-19 стихи, очень просто говорят. Библия очень четко говорит о том, что сила подражать злу намного сильнее или проще и легче подражать злу. И мы на своем опыте прекрасно знаем, что плохому дети и мы с вами учимся намного быстрее. Чтобы научиться плохому, в принципе, и никаких сил, особых стараний прилагать не надо. Многие из нас в Америке имеют небольшие огороды. И даже те, кто никогда в своей жизни там, в той стране, откуда мы приехали, не имел этих огородов, все равно имеют здесь небольшие участки. Не пропалайте свой огород какое-то время. И вы очень сильно увидите, что он зарос бурьяном. Для того, чтобы взросло что-то хорошее, надо приложить старания. А для бурьяна не важно ничего. Вот почему однажды апостол Павел сказал, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И продолжая дальше, говорит, если же делаю того, чего не хочу, то не я делаю, но живущий во мне грех. Павел очень четко называет эту сильную мотивацию, которая стоит позади вот этого плохого. Это грех, говорит он. Вот почему плохое так легко впитывается или пристает к нам. И мы с легкостью иногда подражаем злу. Грех и последствия подражания злу очень печальны. Именно поэтому старший брат Иоанна Богослова, Иаков, в своем послании, в первой главе Иакова, в 15 стихе, говорит, похоть же, объясняет этот весь процесс, непреодолимое желание подражать злу, зачав, рождается грех. И мы знаем, что грех порождает смерть. Вот истинные последствия подражания злу, которые приводят человека, в конце концов, к вражде против Бога. И мы в Библии очень много видим печальных примеров подражания злу. Один из них – это царь Ахаз. Вы помните, что после смерти царя Соломона его царство разделилось. Десять колен, объединенные под властью Раваама, образовали северное царство, которое получило название Израиль. Все цари, которого исповедовали язычество, поклонялись тельцам. И в конце концов, как результат, все эти десять колен были рассеяны среди язычников. В то же самое время, колено Иуды и часть колена Вениамина с центром в Иерусалиме образовало самостоятельно иудейское царство. Царь Ахаз как раз и был одним из представителей иудейского царства. И вот, что пишет о нем Библия, 4 глава, 16 стих. 2 стих, 16 глава. «Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме». И дальше мы читаем. «И не делал угодного в очаг Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилев». Мы читаем, что этот царь Ахаз не делал угодное в очаг Господа Бога, как делал Давид. Хороший пример был перед его глазами. Мы читаем дальше. «Он подражал мест мерзостям народов». Скажите, кого в тот момент должен был винить Ахаз? Народы, которые жили рядом с ним, которым он подражал, обстоятельствам, ситуации, которая, возможно, поставила его в такое положение. Вы знаете, иногда родители подростков или молодежи обвиняют компанию, в которую попал их ребенок, забывая о том, что ребенок в большинстве своем случаев сам выбирает, с кем дружить. Выбирает потому, что у него есть определенная внутренняя мотивация. «Клуб по интересам». Если тебе интересно, то, соответственно, ты найдешь таких, как и ты. И будешь искать, пока не найдешь. Поэтому, наверное, говорят, перефразируя известную пословицу, «С кем поведешься, так тебе и надо». На примере Ахаза мы видим, что он прекрасно понимал в свои 20 лет то, что он делал. Все его поступки были совершены не по незнанию и не по обстоятельствам или ситуации, которые, возможно, он был. Это был его выбор. Вы помните, что за каждым нашим поступком стоит определенный мотив. Понимая, где добро, а где зло, он сознательно подражал тем народам, деяния которых перед Богом были мерзостью, и он знал это. Живущий в то время пророк Исаия говорит, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши, ваше подражание злу произвели разделение между вами и Богом вашим». И вы знаете, в тот момент не только Ахаз, но и большинство народа отошло от живого Бога. Подражая злу, греша перед ним, делали то, что было мерзостью, заходя все дальше и дальше. «И больше перед алтарем не горели светильники, не приносились жертвы за грехи народа. Больше к престолу Божьему, мы знаем, не возносился благовонный фемиан утренней и вечерних жертв. Сила подражания злу одного привела, в конце концов, к греху всего народа». И они, оставив дворы Дома Божьего, наглухо затворив двери, жители этого города начали дерзко сооружать языческие алтари и устанавливать их по всему Иерусалиму. Согласитесь, печальная картина. Картина подражания злу. Именно поэтому Иоанн говорит «Возлюбленный, при всем том, что у тебя очень много хорошего и доброго, не подражая злу, но добру, кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Ведь каждый из нас, независимо от того, делаем это мы осознанно или неосознанно, каждый день подражаем или злу, делая его, или добру. Чаша весов нашего выбора склоняется в одну или в другую сторону согласно нашей внутренней мотивации, которая есть у каждого из нас. Иоанн обращает наше внимание или внимание человека на то, что человек очень прекрасно осознает, кому или чему он подражает. Он не предлагает выбор, он говорит, он просит нас подражать добру, а значит, Богу. Тоже мысль подчеркивает апостол Павел в послании к Ефесянам. В первой главе, в первом стихе он говорит «Итак, подражайте кому?» «Богу, как чадо возлюбленное». И дальше он говорит, в чем необходимо подражать. Хотим мы или нет, вольно или невольно, но, друзья, мы подражаем кому-то в нашей жизни. Вы помните, подражание – это желание приблизиться к образу твоего подражания настолько близко, чтобы сравняться или стать в какой-то момент превзойти его. Да, иногда мы слышим слова от нас или сами произносим эти слова «я не Христос». Я, возможно, даже не апостол Павел, поэтому поступать, как они, не могу. Но Иоанн призывает нас к противоположному. Он говорит «ты, как дитя возлюбленное, как чадо Божье, подражай ему». И даже если в твоей жизни пришла какая-то ситуация, с которой ты не согласен, даже если в твоей жизни какие-то обстоятельства стеснили тебя настолько тяжело, что ты не знаешь, что делать, подражая ему, говорит он. Мы вспоминали сегодня Иоанна о том, что он находился на острове Патмос. Как вы думаете, о чем он думал, когда сидел на корабле, который неумолимо приближал его к этому скалистому, практически необитаемому острову, на котором ему предстояло провести достаточно долгое время? Вы знаете, это не было путешествие на какой-то экзотический остров в Эдегейском море. Он уже был немолодым человеком, достаточно немолодым человеком. Большая жизнь, часть его жизни была прожита. Все яркие моменты, возможно, остались там позади будущее. Будущее было достаточно туманным и не предвещало для него ничего хорошего. Согласитесь, что в этот момент для него было достаточно много аргументов, чтобы впасть в уныние. Для того, чтобы начать жалеть себя, начать тосковать по прошлому, замкнуться в себе, обидевшись на всех и вся. Но что он делает? Откровение 1 глава, 9 стих, мы читаем такие слова. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник, в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемый Патна за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа», говорит он. Он смотрит на Христа и вспоминает все пережитое и подражает Ему и в радости, и в скорби, потому что у него внутри есть эта глубокая, сильная мотивация, заложенная самим Богом. Знаете, я обратил внимание, что особенно в Америке очень много людей среднего или пожилого возраста очень часто ставят на себе крест. Особенно те, кто были активными в юности или в средние годы, очень часто говорят, жизнь прожита, я стал никому не нужной, никто ко мне не обращается, все мои победы, яркие моменты в жизни остались где-то там позади. И вот смотря на таких людей, хочется сказать, поймите, как маленькие дети смотрят на своих родителей, так и молодежь, и мы средний возраст смотрим на старшее поколение. Не только мы подражаем, глядя на кого-то, но и кто-то, друзья, это очень серьезно, кто-то, смотря на нас и на нашу жизнь, принимает сейчас решение подражать или нет нам и нашей жизни. Есть особое благословение каждый период жизни человека – детство, юность, средний период жизни или, наконец, старость. И, наверное, время старости – это особое время. Его может понять только тот, кто, подражав Иисусу Христу в юности, не останавливается на этом и продолжает подражать Ему и в старости. Именно поэтому наши дети или внуки видят или, к сожалению, иногда недовольны своей судьбой, и у вечно ропщущих стариков, у которых жизнь уже прожита, впереди ничего ни светлого, ни будущего, людей, у которого все хорошее осталось где-то там, позади, или, друзья, довольных и уверенных в Боге старцев и стариц. Тех старцев и цари, смотря на которых хочется подражать им и вере их, на которых смотришь и говоришь, я хочу дожить до таких лет и быть такими же, как они. Я очень много раз слышал от молодежи, к сожалению, о том, что я не хочу быть, слова о том, я не хочу быть похожим на своих родителей, не говоря уже о том, чтобы подражать им. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Поэтому умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу». Знаете, Павел был в Коринфе, он не просто там был, он основал там церковь, и в этой церкви прекрасно знали его по его не только словам, но делам. «Могу ли я сегодня сказать что-то подобное? Подражайте мне, как я подражаю Христу». «Могу ли я сегодня сказать своим детям, которые прекрасно видят мою жизнь, не слова, а все то, что я делаю и как поступаю?» «Скажите, захотят ли мои дети подражать мне и вам, видя на то, и как мы поступаем?» Да я с легкостью могу сказать другое, я могу найти всевозможные оправдания для своего неидеального человека, сказать, что я могу, был усталый, был раздраженный, непонятый, обиженный, именно так я поступил и не по-другому, но будет ли это оправданием для меня? Возможно, каким-то слабым утешением, но не оправданием. Павел мог сказать такие слова «подражайте мне, как я подражаю Христу». «А я? А вы?» Посланник филиппийской церкви, тот же самый Павел, призывая теперь уже совсем другую церковь, братья в городе Филиппы. Филиппийцам 3 глава, 17 стих, говорит он, «подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, которые имеете в вас». Мотивация. Те же слова. Оказывается, апостол Павел был одним и тем же апостолом Павлом, что в Каринфе, что в Филиппах. Он жил по одному правилу, он по этому правилу поступал, и все, кто окружали его, видели. Еще один город Фессалоники, 2 Фессалоникийцам 3 глава, 7 стих, «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас», – говорит он. Он жил среди них, жил среди разных людей, и все люди, которые видели его, могли, смотря на его жизнь, с уверенностью сказать, мы хотим подражать ему. К трем разным церквям он говорит об одном и то же. Это прекрасный пример для подражания. Друзья, что мы сегодня можем взять для себя из того, что мы услышали? Чем мы с вами или кому мы с вами сегодня подражаем? Подражаем злу, как поступал молодой царь Ахас, и царствовал очень много и долго? Или подражаем добру, как подражали очень многие мужи веры? Какая мотивация стоит за всем тем, что я и мы с вами делаем? Потому что именно Бог влаживает эту мотивацию в мое и в твое сердце. Возлюбленный, говорит апостол, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Аминь. 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 И нет преград, бессмертный день, и мир отродь. Албомский крест, Албомский крест, Не думай, все стрел за меня. Албомский крест, Албомский крест, Албомский крест мой, Он умер за меня. Господь уже правдив рассказ, Что за меня ты жизнь одна, Понял свой крест, И нам страдать, До смерти час, Албомский крест. Албомский крест, Албомский крест, Не думай, все стрел за меня. Албомский крест, Албомский крест, Албомский крест мой, Он умер за меня. Предлагается гимн общего пения, номер 148, песен Возрождения, 148. Петь будем, вставшие. Песен Возрождения Песен Возрождения Песен Возрождения Субтитры подогнал «Симон» 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 Да благословит Он сердца наши, чтобы мы были готовы слышать все, что Он говорит нам. Я предлагаю место Священного Писания, которое мы прочитаем в конце собрания уже. Это собрание такое более семейное, и поэтому будем читать из Деяния Святых Апостолов. 26 глава, прочитаем с 15 стиха. Деяние 26, 15 стиха. «Но встань и стань на ноги Твои, ибо Я для того и явился Тебе, чтобы поставить Тебя служителем и свидетелем того, что Ты видел и что Я открою Тебе, избавляя Тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю Тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Иисус Христос является апостолу Павлу и говорит о Его избрании. Он говорит о том, что по мнению Бога наш мир разделен на две части. Он говорит о том, что есть народ Божий и есть не народ Божий. Иисус говорит о том, что есть царство тьмы и есть царство света. Есть царство сатаны и царство возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа. Есть люди видящие и есть люди слепые, которым нужно открыть глаза. И вот Иисус говорит, Павел, я тебя избираю для этой цели, чтобы помочь людям перейти из одного лагеря в другой лагерь. Потому что люди без Евангелия, без веры, без прощения грехов, они все погибнут. И теперь я хочу отправить тебя к язычникам. Это особая категория людей, которые не принадлежали к народу Божьему. Они не знали Бога. Они не входили в Его общество. Единственное, чем они занимались по свидетельству Писания, они поклонялись идолам. Как бы божествам, которым они считали, что они поклоняются. Но Писание говорит, вот в 1 Коринфянам, даже в 10 главе, он говорит, что язычники, принося жертву идолам, они их приносят бесам, а не Богу. Они думали, что служат Богу, но они поклоняются идолам. В 12 главе 2 стихом Павел говорит, «Знаете, что когда вы были язычники, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Это люди, находящиеся в воле сатаны, попавшие в сети воли сатаны и дьявола, который ввел их жизнь, как ему хотелось. Он заставлял их делать множество грехов. Они находились во тьме. Они не имели никакого будущего. И этих людей нужно теперь спасать. Это жалкое, печальное состояние людей. И этих людей Павел должен привести в народ Божий. Он должен им рассказать Евангелие. Через Писание, через свидетельство об Иисусе Христе он должен открыть им глаза и перевести их в Царство Божие. Этих людей стали называть святыми или освященными. Эти люди, которые пришли к Богу. И в народе Божьем за этих людей всегда была великая радость. Всегда за единого человека, за единую душу, который спасает Бог, написано, что радость бывает на небесах. Радость бывает в народе Божьем, в Церкви. И, знаете, говоря об этом, я хочу, чтобы вы и вспомнили, что это продолжается уже две тысячи лет. Когда в нашей Церкви происходит покаяние, когда в Церкви происходит крещение, Церковь радуется, радуются близкие, родные, что из того лагеря мы смогли помочь еще одной душе выйти, чтобы обрести этот свет, обрести этот мир и участь освященных людей, отделенных от греха и от этого мира. Это прекрасное состояние. Но вы знаете, в это время, когда в Церкви радость, что происходит в другом лагере, откуда эти люди вышли? В том лагере злость. У них возникают различные планы мести. Мы читаем, что предводитель этого лагеря, лагеря тьмы, сатана, он начинает ходить возле этих душ, как рыкающий лев, написано, ища кого поглотить. С другого лагеря летят стрелы, копья, различного вида оружия, духовного сомнения для того, чтобы погубить этих людей. Особенно тех, которые вот только-только пришли, которые только-только вошли в Церковь. История израильского народа нам говорит о том, что враги пытались всегда нападать сзади. Там, где слабые, там, где дети, там, где женщины, старики, и враг пытался бить туда. Это пример и для нас, что наряду с тем, когда мы принимаем людей в Церковь, наряду с тем, что мы радуемся, у нас есть и особые переживания, особые пожелания. Мы говорим об опасностях, которые ожидают их для того, чтобы они береглись, для того, чтобы они бодрствовали. Если есть в духовном мире такая возможность переходить из Царства Сатаны в Царство Божье, возникает вопрос, а возможно ли, есть ли такая практика, есть ли такая возможность, что человек из Царства Божьего может попасть обратно в Царство Сатаны и Тьмы? принять или оказаться там, где он был в этом положении? Я предлагаю, чтобы мы прочитали текст Священного Писания, который нам немножко говорит об этом, что такая возможность есть, и это очень печальное состояние. Евангелие Матфея, 18 глава, прочитаем с 15 стиха. «Ибо если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. «Если же не послушает их, скажи, церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Да будет он тебе, как язычник и мытарь. Священное Писание говорит о том, что Бог наделил церковь властью переводить человека из Царства Божия обратно в то состояние, в которое он был. И здесь, смотрите, Иисус Христос говорит, «Да будет он тебе, как язычник». То есть человек, язычник – это тот, который находится в царстве тьмы. Он находится в царстве сатаны и дьявола. Это человек, который не имеет никакой надежды, если Евангелие вновь не осветит его сердце и его душу. Далее мы говорим о том, что Христос говорит, что он будет тебе, как мытарь. Кто такие мытари? Мытари были, которые собирали налог, подати у народа. Эти люди были особого склада, особого склада мошенники, чтобы забрать всегда у народа больше, чем полагалось. Поэтому они все были богатые. Они могли так ловко обмануть народ для того, чтобы себе взять большую выгоду. Это человек, который упорствует создательно в грехе. Вы знаете, можно ошибиться где-то в магазине, когда кассир у тебя возьмет немножко больше денег, чем требовалось взять. Такие ошибки бывают. Но мытари таких ошибок не совершали. Они умышленно обкрадывали народ. и этот образ мытаря теперь Христос берет и говорит, что этот человек, который духовно противится истине. Почему? Потому что здесь мы читаем о том, что человек, который согрешил, его обличил человек, который видел, что он согрешает. Он подошел к нему и сказал, но это на него не подействовало. Он взял с собой еще одного или двух и беседовали с ними, говорили, брат, ты согрешаешь, ты делаешь такой-то, такой-то грех. Он этих двоих и троих тоже не послушал. Сказали церкви, собралась церковь, сказали, брат, ты находишься в грехе, ты продолжаешь жить в грехе, ты должен покаяться, ты должен обратиться, ты должен оставить свое состояние. Но здесь мы видим опять упорство, несогласие с истиной и несогласие с церковью. И этот процесс становится для человека неизбежным, кто упорствует в грехе. Это мы называем отлучением. Еще одно местописание, которое нам об этом говорит, прочитаем первое послание Коринфянам, пятую главу, первые пять стихов. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние и при том такое блудодеяние, которое не слышно даже у язычников. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был и среди вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствия у вас духом уже решил, как бы находясь у вас сделавший такое дело, собрание вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа с моим духом силой и Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим еще одно местописание, которое говорит об этом переводе человека из царства Божия, царства тьмы. И здесь говорится о том, что этот человек должен быть изъят. Я посмотрел некоторые другие переводы, они говорят прямо исключить его, удалить его, вырвать его оттуда, то есть из среды святых. Проблема в том, что человек упорствует в грехе. И здесь мы читаем еще об одном акте, который совершается над этим человеком предать его сатане во изнемождение плоти. Я посмотрел также некоторые другие переводы, посмотрите, как они передают эту мысль для сокрушения его тела, чтобы тело испытало губительную силу греха, чтобы наступила телесная смерть, для уничтожения плоти, чтобы погибла плоть. Вы знаете, очень страшное и опасное состояние, когда человек доводит себя до этого состояния, когда церковь вынуждена принять такие меры против этого человека, кто упорствует в грехе, когда Бог снимает с его тела вокруг него всю ограду. Вы знаете, слова, такую параллель мы читаем книга Иова, когда Бог говорит и сказал Господь Сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Человеку предоставляют или возвращают в то место, где его считают изменниками и предателем. Все мы прекрасно знаем, может быть, из книжек, а может быть, и кто-то нам рассказывал свидетелям, как поступает с изменниками и предателями. Когда их возвращают назад, в Советском Союзе их часто расстреливали или пожизненно сажали или мучили, издевались, потому что они были предателями. Вот так же принимают человека, которого исключили из церкви в том лагере, где он был до этого. Это для них предатель. Это опасное состояние, когда Бог снимает ограду вокруг человека и его тело подвергается нападкам, сомнениям, испытаниям, болезням и даже до смерти. И здесь написано, дабы дух его спасти. То есть особая мера наказания. посмотрите, посмотрите, еще раз, кто подвергается такой участи. У нас есть возможность проверить свое состояние. Может быть, у нас есть родственники, близкие, которые ходят близко к этой грани, когда возможен этот перевод человека из царства Божия обратно в царство тьмы. 11 стих говорит, но я писал во мне сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Здесь мы видим это упорство в грехе, которое Господь видит сердце человека, это видит церковь, это видит близкие, что человек не поддается никаким увещеваниям, и только тогда принимается эта мера. Я думаю, что каждый из нас во свете того, что мы посмотрели и прочитали, понимаем, насколько серьезен этот шаг, и насколько понятно нам природа того, что совершается в церкви. Это юридический акт, как когда человека принимает церковь, когда он принимает крещение, это свидетельство для всего духовного мира, что человек уже перешел. Также и отлучение церкви, это юридический факт, когда человека переводят обратно. И вы знаете, в духовном мире Священное Писание говорит о том, что небо принимает это решение, что было на земле. Иисус Христос говорил, там Матфея в 18 главе, что то, что связалось на земле, или то, что разрешилось на земле, то будет связано и на небесах. Вы знаете, для нас очень важно наше отношение к тому, когда эти процессы происходят с нашими близкими или родными. Вы знаете, мы можем в своем таком религиозном дерзновении быть противниками воли Божьей, когда мы совершим этот акт над человеком, который не упорствует в грехе, который не желает, который желает остаться в Царстве Божьем и давно уже покаялся. Священное Писание говорит о том, что отношение нам в этом случае, как Павел говорит, что ни радость, ни злорадство, не какая-то в этом выгода. Отношение наше должно быть плач, сожаление и желание только помочь этому человеку. Священное Писание говорит о том, что происходит с этими людьми, которые уже оказались вне Церкви. Апостол Павел говорит послание евреям в 6 главе 6 стих «И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Невозможно вернуть человека до момента, как он вновь не примет Иисуса Христа, не придет к Нему с покаянием, чтобы Иисус простил его грехи. В другом случае это верная погибель. И более того, Иисус Христос говорил о том, что когда Он жил на земле, Он говорил о городах, там, где Он проповедовал, где Он говорил, что вот этим городам будет намного хуже, чем Содом и Гаморе. Содом и Гамора никогда не были в завете с Богом. А вот народ израильский, где жил Иисус Христос, они считали себя народом Божиим, и они отвергли Слово Божье, отвергли призыв к покаянию. Христос говорит, им будет хуже, тем будет отраднее в день суда. Поэтому, братья и сестры, мое желание сегодня и обращение лично к себе и тем, кто сегодня думает об этом или переживает об этом, на самом деле это очень серьезный вопрос. Те, которые его решают и над которым это решается. Поэтому Священное Писание нам говорит о том, что когда мы что-то делаем, может быть мы кого-то благословляем или кого-то проклинаем, это то же слово, что в Новом Завете Анафема, то есть переводим обратно в лагерь тех, которые под проклятием находятся, прилагать к этому свое сердце. Так Бог книги Малахи, пророка Малахи говорит, что я на вас священники, на ваше благословение обращу проклятие, потому что вы не прилагали сердце свое, когда это совершали. А если делается какая-то ошибка, то Бог говорит через Моисея, Он говорит о человеке, который хотел проклясть народ Божий. Книга Второзакония, 23 глава, 5 стих говорит, Валах хотел проклясть народ Божий, но Бог не захотел его слушать и обратил его проклятие на благословение. Поэтому, друзья, Бог с теми, кто живет и поступает по его воле, и каждое действие, которое мы проводим в отношении наших близких, оно должно, мы должны прилагать к этому сердце свое. Мы должны поставить вопрос, задать, подойти, может быть, к брату, может быть, сестре, и сказать, сестра или брат, ты продолжаешь упорствовать в этом грехе? А может быть, брат уже давно или сестра покаялись? А мы сегодня готовы перевести его в лагерь язычников и мытарей. Пусть Господь благословит эти слова, пусть его слово будет тем, кто двигает нашей жизнью и нашими поступками, решениями, даже в таких сложных вопросах. И да будет имя Господа и в этом прославлено. Аминь. Помолимся. Милосердный Господь, благодарю Тебя сердечно за милость Твою и за любовь, которую Ты проявил каждому из нас на этой земле. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты дал власть Своим ученикам, чтобы они могли переводить любого желающего грешника из царства тьмы в царство света. И каждый из нас мы были в том царстве. Мы знаем, Господь, когда наши глаза были закрыты, но Ты открыл, Ты искупил, Ты сделал нас освященными. Господь, благослови тех, которые приближаются той грани, когда Господь вынуждена будет церковь переводить их обратно в лагерь тьмы и сатаны. Дай покаяние, Господь, дай слово Твое, дай осознание, чтобы таких людей было меньше и меньше в нашей церкви, чтобы враг не злорадствовал, но чтобы Твоя победа была в жизни нашей наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Братья и сестры, служение наше подошло к концу. У нас в субботу будет молитвенное собрание в 5 часов вечера, и в воскресенье у нас будет вечеря Господня в 10 часов утра будет служение, и в 5 часов вечера. Есть просьба к молитве Сычева, сестра Лилия, она в больницу попала, и просят, чтобы Господь благословил руки врачей, и чтобы то лечение, которое врачи будут делать, чтобы оно было благословением для нее. В общем, это к молитве, чтобы Господь благословил. Вот. Ну, где-то что-то чуть на улучшение пошло, но еще ей надо будет курс лечения проходить. Поэтому это к молитве. Сегодня у нас закончился детский лагерь здесь при церкви, и у нас будет еще один детский лагерь тоже с понедельника на следующей неделе. Поэтому тоже будем просить, чтобы Господь благословил за то, что Он прошел. Мы поблагодарим нашего Господа. Если есть приветы для нашей церкви, мы просим передать. Сан-Диего, это с Мексики. За переданный привет мы сердечно благодарим и просим от нашей церкви передавать привет. Просим. Помолимся. Творец неба и земли, Господь и Бог наш, мы обращаемся к Тебе в этот час и просим того благословения на каждого здесь присутствующих, чтобы имя Твое почивало на каждой душе, и чтобы наша жизнь, наш образ мысли, наши действия, они показывали окружающим людям, что мы дети Твои. Мы понимаем, что сейчас в последнее время много искушений, много соблазнов, которые предлагает этот мир. И мы просим, Господь, сохрани от всякого рода зла. Помилуй нас и деток наших. Господь, просим, благослови вот сестру Лилию, там в больнице, где ей предстоит вот этот курс лечения. Мы просим благослови руки врачей, чтобы она могла вот пойти на выздоровление, и чтобы могла быть вот с нами, радоваться. Господь, мы просим благослови братьев, стер, которые болеют, которые находятся на удре болезни. Мы просим, помилуй и сохрани, пошли им в выздоровление, чтобы они могли иметь крепость, силу, чтобы быть в Доме Твоем, в Церкви Твоей. Мы просим благослови нас в расхождении, в домах наших, предстоящие и рабочие дни, и это время отдыха, которые сейчас будут. Мы просим благослови, чтобы там, общаясь с родными и близкими, может быть, приглашая кого-то к себе в гости, мы постоянно помнили, что Ты наш Господь, и Ты был в центре наших разговоров и нашего прославления Тебя. Пребудь с нами и благослови нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого, да пребудь со всеми нами. Аминь. С миром Божиим!